Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционный для этого дня вебинар я сегодня проведу в 16.00 по московскому времени. Это традиционное время. Опять же, если есть фидбэк по поводу того, что лучше сместить именно время трансляции, я готов к нему прислушаться. Но главное, чтобы была обратная связь от вас. В нашем телеграм-канале после этого эфира мы запустим голосование, предложим несколько тем на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Так, друзья, это неделя. Среди важных фундаментальных отчетов, на которые стоит обратить внимание, пожалуй, это Даводский форум. Я думаю, что какие-то интересные заявления точно будут сделаны. Мы их обязательно попробуем адаптировать к нашему трейдингу, к именно динамике многих финансовых инструментов и как минимум попробуем оценить рыночные настроения, которые точно будут меняться. Среди важных фундаментальных отчетов, пожалуй, стоит сосредоточиться на блоке китайской статистики. Она выйдет в среду. Мы ждем данные по темпам экономического роста Китая и промышленному производству. Очень сильно эти релизы повлияют на валюты стран Океании, на австралийский доллар, на новозеландский и на рынок нефти. Я не очень верю в хорошую статистику, особенно после слабых данных по индексу потребительских цен в Китае, которые мы анализировали в конце прошлой недели. Поэтому считаю, что статистика, скорее всего, разочарует из Поднебесной и это может оказать дополнительное давление на котировки нефти и на Brent и WTI. Я по-прежнему рассматриваю нефтянку как сегмент финансовых рынков, который может развить дальнейшую нисходящую динамику и жду, в частности, Brent ниже 75 долларов за баррель. Очень интересно ваша точка зрения, друзья. Разделяете вы такие медвежьи настроения, либо вы считаете, что геополитический фон здесь с событиями на Ближнем Востоке, это вот прям столб, на котором будут отстраиваться длинные позиции и созданы условия для того, чтобы Brent улетел выше 80 долларов за баррель. Но еще раз повторюсь, я считаю, что этот фон уже изрядно был заложен в котировках и какого-то дальнейшего роста на этих новостях мы уже не увидим. Также в среду выйдут данные по инфляции в Англии. Важный релиз, потому что мы сохраняем оптимистичный настрой в отношении британской валюты, потому что лично я уверен, что Банк Англии будет удерживать ставку высокой очень длительный период времени. И в случае появления каких-то признаков, например, усиления инфляционного давления, конечно же, жесткая позиция британского регулятора будет все более актуальной. Цели по паре фунт-доллар остаются неизменными. Это такой амбициозный вызов добраться до отметки 1.30. Я думаю, что мы туда в конечном счете и придем. И также еще в среду выйдут данные по рыночным продажам в США. Это индикатор потребительской активности. Конечно же, нужно будет разобрать и эту статистику, потому что это все релизы, которые влияют на компоненты инфляции. Инфляция – это вообще определяющая тема для всех действий американского регулятора. Давайте по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 102.10. Две недели мы топчемся уже на одном месте. Я понимаю, что хочется увидеть более интересную волатильность и более интересные движения. Но сегодня их точно не будет, потому что сегодня низколиквидная торговая сессия из-за дня рождения Мартина Лютера Кинга. Это практически, можно сказать, выходной день в США. И что-то нужно, чтобы доллар пришел в движение. Какой-то мощный фундаментальный триггер. Будем его ждать. Заранее, наверное, предположить, что это. Какой из отчетов, либо какая новость станет таким драйвером невозможно. Но наша задача все-таки оценивать долгосрочные перспективы доллара и внимательно анализировать каждый отчет, который публикуется в американской экономике. Наследие прошлой недели – это данные по инфляции. В США, в частности, базовый индекс потребительских цен, который имеет принципиальнейшее значение для Федрезерва в оценке и определении будущего вектора монетарной политики, снижение с 4 до 3,9%. Поэтому мы предположили, что если ФРС справляется с задачей снижения инфляционного давления, значит, в конечном счете он откажется от жесткой монетарной политики. Я предлагаю не обращать внимания сейчас на комментарии представителей Федрезерва, потому что они только путают. Я бы, конечно же, мог сейчас обрисовать дорожную карту того, кто что сказал. Но, вы знаете, мнения настолько меняются, настолько часто меняются представители Федрезерва, что я не считаю уместным и важным делать сейчас на них акцент. Вот, пожалуйста, прямо последнее заявление представителей Федрезерва в конце прошлой недели Лоретто Мейстер о том, что ставку нужно оставать, сохранять высокой в течение двух-трех кварталов как минимум. При этом Томас Баркин, который также является классующим членом американского регулятора, считает, что уже нужно снижать ставку по итогам мартовского заседания. Как бы то ни было, у нас есть объективный инструмент, который дает более-менее четкую картину оценки вероятности изменения процентной ставки. Это инструмент «Fed Watch Tool». И сейчас, опять же, на данный момент времени 70% вероятность того, что американский регулятор в марте снизит процентную ставку. Это выше, чем мы наблюдали на прошлой неделе. И уверенность рынка в том, что это решение скоро будет озвучено и принято, она постепенно растет и увеличивается. И в связи с этим я рекомендую, друзья, ни в коем случае сейчас при такой вероятности не отказываться от идеи того, что доллар окажется на более низких ценовых значениях. Золото 2054 доллара за тройскую функцию. На мой взгляд, блестящая сделка вышла под конец недели. Мы долго ждали, когда же будут созданы условия для открытия лонгов. И, собственно, решили уже начать действовать. И в пятницу активный рост золота буквально до закрытия торговой сессии. Сейчас расстановка сил позиционирования большинства и меньшинства. 35% находится в покупках. Это меньшинство. Соответственно, рынок, скорее всего, будет двигаться в этом направлении. Доллар позиционно сохраняет слабость. Доходности американских облигаций снижаются. И снова по десятилеткам эта доходность ниже 4%. Поэтому все три основные и главные аргумента сейчас снова сложились. И поддерживают идею того, что золото будет развивать восходящую динамику. Американский фондовый рынок топчется вблизи исторических максимумов. S&P 4817 пунктов. Я думаю, что снижение доллара совпадет с восходящей динамикой по американскому фондовому рынку. Поэтому нужно ждать. По S&P вы знаете, я оптимист и верю в уровни 4900 и выше. На этой неделе будем следить за отчетами корпоративного сектора. Возможно, с точки зрения корпоративных историй, этой темы будет достаточно. Чтобы проявить больше интереса, вызвать больше интереса у покупателей. И создать условия для того, чтобы все навалились на S&P, NASDAQ и Dow Jones и затащили их в новом максимуме. Евро против доллара 1.09.41. Стоит выделить здесь комментарий последний Лагард о том, что пик инфляции, скорее всего, пройден. Но, по ее мнению, индекс потребительских цен в еврозоне останется в районе 2,5% и даже чуть выше на протяжении всего этого года. Фактически, это может означать то, что Европейский центральный банк, так же, как и Банк Англии, до последнего будет откладывать идею снижения процентной ставки. И в связи с этим, опять же, мы всегда говорим о контрасте монетарных политик. И я снова подсвечиваю вам, что евро на таком фундаменте может обосноваться выше планки 1.10. Британская валюта 1.2755. Хорошие данные по ВВП в пятницу. Вышли рост экономики в ноябре на 0,3%. И сильная статистика позволяет Банку Англии пока что не сильно заморачиваться идеей того, что высокая процентная ставка и нежелание Банка Англии снижать ее сейчас может спровоцировать рецессию. Но пока что вроде бы как рецессии не предвидится. И если данные по инфляции преподнесут сюрприз в Англии на этой неделе, то, быть может, эту неделю уже британская валюта завершит поближе к уровню 1.2850-1.29. И рынок нефти. 78.45 текущей котировки. Я по-прежнему за снижение этого актива. Из негативных новостей для нефтянки, из, скажем так, формата обновленного новостного фона, это стоит выделить слабые данные по индексу потребительских цен в Китае. В данном выражении минус на 0,3%, в месячном очень скромный рост на 0,1%. И очень печальная статистика по объему экспорта. Из Китая минус 4,6%. По итогам 2023 года это худший показатель с 2016 года. Я думаю, что Китай все-таки еще продолжит топить нефтянку. И, собственно, может создать или стать драйвером для закрепления цен ниже 75 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok